Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо, что находитесь на моем канале. И в этом видео я хотела бы поговорить о самых бюджетных своих находках, о тех, казалось бы, простых, но очень нужных приспособлениях, которые в основном мы можем найти в магазинах по типу Fixed Price или в киосках, которые у нас в Киве называют товары от 10 гривен. В основном они будут касаться кухонной утвари. Это именно те мелочи, которые существенно облегчают приготовление пищи. Первая покупка это вот такая вот милая силиконовая собачка. Нет, это не детская игрушка, это прихватка. В основном я ее использую, чтобы доставать из духовки раскаленный противень. В пасти у этой собачки вот такая вот перфорированная поверхность, которая препятствует соскальзыванию противня с рук. Сам он выполнен из термостойкого полимера. В принципе, как декоративная часть, довольно интересно смотрится на кухне. Но я бы не сказала, что это самая практичная вещь. Почему-то захват не очень глубокий и не совсем как бы надежный. Также как-то здесь не предусмотрен размер и не рассчитано на разную длину пальцев рук, потому что у меня довольно короткие пальцы, но мне все равно тесно, и пальцы как будто упираются в носик этой собачки. Следующая вещь это уже сама практичность. Это вот такая вот пластиковая прозрачная мерная чашка. Иногда на кухне ее очень прям не хватает, особенно если вы любите готовить по рецептам. Здесь на каждую продукцию есть шкала по граммам. То есть манка, сахар, карамал, мука, соль, а также шкала для жидкостей. Довольно копеечная, но очень нужная вещь на кухне. Следующая довольно банальная покупка это вот только вот венчик. Он сам металлический, с удобной гнущейся ручкой в виде такой пружинки. Честно, за вот такие вот вещи никогда не хочется много платить. Но вот таких вот бюджетных китайских магазинчиков, вот такие вот вещи, мне кажется, нужно покупать. Дальше у меня в руках вот такая вот интересная вещица. Это вот такие вот щипцы в виде рыбки. Их можно использовать во время жарки рыбы, курицы, то есть не переворачивания кусочков. Также я люблю использовать для перемешивания или накладывания салатов. Это очень удобно и выглядит, согласитесь, очень мило. Следующая просто неимоверная милая вещь для кухни это вот такая вот открывашка для бутылок в виде салатового зайчика. Вообще это какой-то чехол для открывашки, потому что его можно снять и у вас получится вот такая вот обычная классическая открывашка для бутылок. Выглядит просто неимоверно мило и в определенные моменты просто капец как нужно. Мне, кстати, в этих магазинах очень нравится посуда. Конечно, там есть и прям пестро разрисованная китайская посуда, но есть и более скромные и лаконичные вещи. Например, это вот такой вот маленький аквариум. Это вообще, наверное, вазочка, потому что на коробке нарисовано использование именно как вазочки для цветов. Я сейчас поспособовала здесь складывать мелочь. Кстати, там есть выбор по разному диаметру вот этих вот пиалочек. Я взяла самую маленькую, есть побольше и такие прям большие аквариумы. Мне кажется, именно такой размер самый универсальный. Здесь можно что-то хранить, можно опять же ставить цветы в вазу, а также можно использовать как подсвечник, например. Также я там нашла очень классные блокнотики, вот типа вот такого. У меня еще есть такая тетрадка, я в прошлый раз покупала. Это мой любимый сейчас блокнотик. Он тоненький, он ярко-розовый, такой, как я люблю. И страница, кстати, очень удобно открывается, они не заламываются, и за счет этого в нем очень удобно писать. Помимо всего прочего, я там нашла еще наконец-то себе шапочку для душа. Что-то типа вот этого, как вам? А также вот такую вот сетку на моде для стирки нижнего белья. Казалось бы, это самое обычное китайское баракало, но действительно, оно вроде бы и нужно, но приплачивать за него не совсем-то и хочется. Вот такие вот у меня были самые бюджетные покупки. Если вам понравилось это видео или вам что-нибудь приглянулось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok